Генеральный партнер программы чемпиона Next группа компании Радуга Всем спорт привет! Древняя мудрость гласит, тот кто не задумывается и не заботится о своем будущем рискует его попросту не иметь На канале М-Телевизион программа о детском и милышевском спорте, о наших будущих чемпионах, чемпионы Next С вами Игорь Белов и сегодня в программе В рубрике мастер-класс встреча с главным тренером по баскетболу детского спортивного клуба «Стрела» гимназии номер 93 Шариповым Решатом Ренатовичем Спорт-опрос жителей Уфы с Оксаной Ожигановой Гоша Белый в рубрике «Интересно об известном» Здравствуйте, Решат Ренатович Здравствуйте Существует стойкое предубеждение, что в баскетбол отбирают только детей самого высокого роста Если у родителей рост ниже дяди Степиного, то ребенку в баскетболе делать нечего Так ли это? В профессиональном спорте, без сомнения, высокий рост имеет огромное значение А в любительском спорте, в школьном, в детском самое главное желание заниматься То есть любой ребенок может заниматься баскетболом? Любой ребенок может заниматься баскетболом успешно, достаточно того, чтобы он хорошо двигался, был координированным, мог прыгать, держать мяч, не бояться мяча Это самое главное Запомнили? Любому доступен баскетбол Вот так развеян один миф Насколько реально с помощью постоянных прыжков в высоту, каких-то растяжек Обмануть природу и прибавить светок с десяток сантиметров в рост? В арсенале тренера имеется специальный комплекс упражнений С помощью которых дети могут прибавить от 15 до 20 сантиметров в росте Особенно, если килограммами кушать морковку Или это еще один миф? Морковку, фрукты, витамины полезны каждому ребенку Запомнили дети? Кушайте витамины и будете большими, сильными и здоровыми, правильно? Правильно А почему вы решили тренировать именно девчонок? И есть ли принципиальные отличия в тренировочном процессе между женским и мужским баскетболом? Во-первых, девочки ответственнее относятся к процессу тренировок Во-вторых, на уровне понимания с девочками гораздо легче выполнить определенный комплекс упражнений Они быстрее понимают, чем мальчики в этом возрасте, в школьные годы А с мальчиками, естественно, больше требуется времени для того, чтобы мальчишки освоили комплекс упражнений И это происходит не на уровне понимания, а на уровне автоматизма То есть это намного сложнее Вы слышали, мальчишки? Внимательнее надо к тренировкам относиться Субтитры сделал DimaTorzok Глядя на чемпионат NBA в Америке, создается впечатление, что темнокожие спортсмены более физически одарены от природы Так ли это? Наши ребята больше любят заниматься футболом И считать, что темнокожие спортсмены более одаренными, я думаю, это неправильно А сейчас наш традиционный вопрос, который особенно волнует родителей Травмы и спорт Насколько травмоопасен баскетбол? Баскетбол травмоопасен настолько же, сколько и футбол, хоккей Единственное, что различается характером травм Это суставы пальцев, как правило, это голеностоп Могут быть травмы головы от попадания тяжелым мячом баскетбольным Ну и естественно, ребенок, который только-только начинает Соблюдается определенная техника безопасности Соблюдается техника безопасности для того, чтобы предупредить появление травм в детском возрасте Ну, я думаю, в любительском баскетболе все-таки травмы редкость В любительском баскетболе травма тоже случается Приходится детей возить и в травмпункт, и делать снимок Но, тем не менее, травмы бывают не настолько серьезными Обходимся растяжениями, бывает, что ушибы пальцев Обычно, я думаю, бывают ушибы пальцев на правой руке, чтобы меньше в школе писать Нет, не обязательно Бывает так, что и левая рука травмируется Это у левши? Не обязательно, не обязательно Это зависит от того, как ребенок выставил руки, когда летел мяч к ребенку Бывает, что дети не умеют правильно раскрыть свою ладонь и получают палец А сейчас расскажите родителям, и в первую очередь, конечно, детям Почему им просто необходимо заниматься таким прекрасным видом спорта, как баскетбол? Баскетбол формирует характер, силу воли, учит добиваться поставленной цели Приходите заниматься баскетболом А я подтверждаю, что баскетбол это прекрасный вид спорта И это здорово Привет, девчонки! Телезрители уже успели оценить ваши прекрасные спортивные достижения А теперь давайте знакомиться ближе Так, я всех, конечно, запомнил А теперь поподробнее Маша Диана Алина Ангелина Прекрасно, а я Игорь Девчонки, только честно, почему выбрали именно баскетбол? Я так подозреваю, это как-то связано с модельным бизнесом Там девушки все тоже худые и длинные То есть стройные и высокие Ну, не совсем так Вообще, до баскетбола я ходила на танцы Но мне не было это интересно Но меня мама заставляла ходить Потом сбежал партнер Нет, я была солисткой вообще Вот Но меня мама заставляла ходить И просто мне нужен был предлог, чтобы уйти с танцев Я пришла в один день и говорю, мам, я все, буду ходить на баскетбол, на танцы я не успеваю Но он говорит, ладно, дело твое Ну, и я подумала так, просто похожу месяца, два, три, чтобы так сделать вид Чтобы на танцы больше не возвращаться И вот потом меня затянуло Я вот уже, сколько, ну лет пять я уже играю в баскетбол Впервые в жизни вижу девушку, которая сама ушла из танцев в баскетбол Меня просто позвала, это моя подруга Мы уже давно друг друга знаем Она сказала, пошли со мной Я решила ее поддержать и пошла И точно так же зависла тут на пять лет Ты тоже убежала с тех же танцев? Ну, я ходила, я ушла пораньше А мы, да, мы с ней еще тоже на танцы ходили Но я ушла, потом ее с собой взяла и говорю, пошли Судя по движениям, танцы были хип-хоп, да? Нет, кстати, народные Я прекрасно помню, когда учился в школе, ну и впоследствии в институте И занимался немножко баскетболом Нам приходилось играть с девчонками, и они вот честно царапались Придешь, бывало так, домой, весят царапанный Тебя спрашивают, где был? А ты хитро так с девчонками баскетбол играл Вопрос такой, вы тоже применяете запрещенные приемы в игре? Нет, это так у нас не считается правилом Ну, пытаемся играть аккуратно, никого не задевать, не царапать Заранее подстричь там ногти или все такое Ну, вообще, аккуратно нужно играть, чтобы и защитник твой, и сам играл аккуратно Чтобы никаких травм не было Для других мы собачимся, в первую очередь, о себе, поэтому можем выбить палец, слабать ноготь Класс В смысле, чтобы не поцарапать себя? Да, да, и чтобы не поцарапать партнера, допустим, которого из другой команды Вот лично для меня самые запоминающиеся соревнования, это были, когда мы вышли на республику Мы ездили в Салават, для меня это был непередаваемый опыт, так как это совсем другая обстановка, совсем другой город, ты от родителей находишься далеко Нас держала большая ответственность, так как мы представляли город Уфу, а именно Октябрьский район Мы старались выложиться на все 100 и в конечном итоге заняли второе место Молодцы, поздравляем Вот так, не зря съездили в Салават родители Отпускайте девчонок почаще в другие города Видите, каким делом полезным они там занимаются, прославляют нашу Уфу До летней Олимпиады еще далековато, поэтому давайте расскажите о своих планах на ближайшее спортивное будущее Я играю за 5-6 классы, и вот мы недавно отыграли, скоро будем играть в финал 30 марта Я желаю успехов нашей команде Наш любимый вопрос, спорт и успеваемость, мешает, помогает, расскажите Мне баскетбол никогда не мешал, потому что баскетбол тренирует в силу воли, помогает тебе добиваться своего Поэтому в учебе мне это помогало Я всегда планировала свое время правильно, поэтому мне ничего не мешало Но мальчишек находишь? Нет Поэтому хорошо учатся год А сейчас пожелаем нашим будущим олимпийским чемпионкам успехов во всем Кстати, и не только в спорте И от спонсора нашей программы Будущим чемпионкам эти замечательные баскетбольные мячи Вас поздравляет группа компаний «Радуга» «Радуга» точно знает, что молодое поколение выбирает А что мы выбираем? Спорт! Правильно, спорт и здоровый образ жизни Добрый день, поскажите, как с английского переводится слово «баскетбол»? Баскетбол, я не знаю, я учу французский язык Мяч и корзина Бросок в кольцо, ну или кольцо, мяч там Мяч, корзина Корзина, мяч, что такое? Не знаю Здравствуйте, спортивно-любознательные мои Слово «баскетбол» состоит из двух английских слов «баскет» – корзина И «бол» – мяч В баскетбол играют две команды Цель каждой из которых – забросить руками мяч в кольцо с сеткой В ту самую корзину соперника Которая располагается на высоте 3 метра 5 сантиметров от уровня пола Интересно, что эта популярнейшая игра была придумана от доски Преподаватель одного из американских колледжей в городе Спрингфилд Джеймс Нейсмит Заметил, что студентам давно надоели эти скучные уроки физкультуры И вот 21 декабря 1891 года он привязал две корзины Вы не поверите, из-под персиков К перилам балкона спортивного зала И попросил своих студентов забрасывать туда мячики Игра тогда лишь отдаленно напоминала современный баскетбол Мало того, что не было привычного ведения мяча А игроки просто перебрасывали мячик друг к другу Так еще и после каждого удачного броска Им приходилось приставлять лестницу И вытаскивать мячи из корзины Тем не менее, игра стала столь популярной Что уже через год были написаны первые правила А всего через пять лет, в 1896 году Состоялся и первый официальный баскетбольный матч Как вы думаете, какого диаметра бывают баскетбольные мячи? Большого, круглого Не знаю, всякие 20 на 20, может Сантиметров 20, может быть Наверное, диаметр может 35 сантиметров Если не ошибаюсь, сантиметров 35-40 50 сантиметров, наверное Мало кому известно Ну, конечно, кроме спортсменов Что баскетбольные мячи бывают разными по размерам Женщины играют мячом размера номер 6 Диаметр мяча 740 миллиметров А вес до 540 грамм У мужчин размер мяча номер 7 Он побольше 780 миллиметров И потяжелее До 650 грамм Для сравнения Вес футбольного мяча Чуть больше 400 А волейбольный Вообще пушинка 270 грамм Постарайтесь угадать Какой рост у самого маленького И самого большого профессионального баскетболиста? 2 метра С чем-то, наверное 2 метра 20 А у маленького? 55 Самый большой, наверное, 2 метра Профессионального большого, скорее всего, метр 2 А у самого маленького метр 50 Ну, 2,20 будет самый высокий Самый маленький Метр 65 Ну, 2,07 может быть И, ну, метр 70 Может, 2,15 2,30 Самым высоким баскетболистом в истории Считается Сулейман Али Нашнуш Он родился в 1943 году И выступая в 1962 за сборную Ливии Имел рост 245 сантиметров Это примерно полтора меня В 1960 году Врачи, опасаясь за его здоровье Даже сделали ему несколько уколов Останавливающих его аномальный рост В настоящее время Самым высоким спортсменом в мире Является, вы не поверите, китаец Сунь-Ин-Мин Рост которого составляет 240 сантиметров Удивительно, но в баскетбол прекрасно могут играть и маленькие спортсмены У самого известного низкорослого игрока NBA Макси Бокса Был рост всего 160 сантиметров Но как он был популярен А у меня на сегодня все До нового спортивного свидания На канале М-Телевизион Ваш магистр Околоспортивных наук Гоша Белый Генеральный партнер программы чемпиона Next Группа компании Радуга Сегодня мы побывали в гостях у юных спортсменок Они выбрали прекрасный вид спорта Баскетбол И это здорово Потому что там, где живет спорт Там уже никогда не будет места для вредных привычек Занимайтесь спортом А у меня на сегодня все С вами были Гоша Белый, Оксана Ожиганова И я, Игорь Белов До новых спортивных встреч на канале М-Телевизион Субтитры создавал DimaTorzok